Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия. И сегодня у нас будет видео-покупочка спасения старых лошадок, уходящих на пенсию. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и... поехали! Вновь Юрвик покидает одна очень старая порода. Жаль, я не застала то время, когда на ней катался почти весь Юрвик, все игроки, потому что это просто очень классная моделька первого поколения арабской чистокровной породы. К сожалению, время идет, и первые поколения уже старые, их все еще удаляют, их остается с каждым днем все меньше и меньше. От этого мне очень грустненько, потому что потом спасать придется, либо будет пауза и спасать будет некого, либо вторые поколения. Это очень ужасно. Вот такая вот анимация России. Кстати, мне всегда нравились анимации у данной породы. Манежный, голоп, быстрый голоп и... и все. И более быстрый голоп, по идее, точно такой же, как быстрый голоп. Никакой спецанимации, конечно же, нету. Это первое поколение, которое живет в сердцах старых ССОшников. Вот у меня лично на основе есть вот такая масть, и я безумно люблю и ценю этого араба, потому что я считаю, он прекраснее всех арабов вторых и третьих поколений. Я не знаю почему. Наверное, он для меня лично больше похож на живого араба, чем вторые и третьи поколения, которые выглядят более мультяшно. В общем, не знаю. Итак, сегодня мы будем спасать, значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять масти... А, нет! Восемь! Восемь, восемь! У меня есть араб серого цвета, серой масти. А, ну да, когда-то я, помню, вроде бы покупала до того, как начала спасать всех старых лошадей. Так, ну что ж, давайте начнем со светло-серенького. И я, кстати, двух арабов уже купила светло-серого на аккаунт по барби-рошерству Пегасу, который почти все лошади светло-серые. И девочки-вампирши я купила в Воронова. Так что, да, аккаунты обеспечили себя памятью об этих лошадках. Так, значит, характеристики. Сила 1, дисциплина 2, скорость, воносливость по нулям, гибкость 3. Даже первые поколения были очень гибкими и подходили для скачек в стиле вестерн. Так, давай мы посмотрим, как тебя можно купить и кем ты вообще будешь. Я хочу, чтобы это был жеребец взрослый. И вот сейчас надо подумать только, как его назвать. Хотя вот тут алмаз, может быть, белоснежный, ба-ба-ба, белоснежная, ну, как всегда, окончание, белоснежный алмаз. А мне нравится, пусть так оно и будет. Итак, взрослый жеребец, белоснежный алмаз, 250 старкоинсов. Покупаем, да? О, какой ты старенький. Ой, боже мой. Вот прям, мне еще, я не знаю, как-то в душе откладываться, потому что у старых лошадей сейчас такой глюк анимации, что у них дергаются ножки. И мне прям жалко, что они вот такие, может быть, запуганные, старые или нервничают. Ну, пусть они нервничают, они отправляются в конюшню. Так, теперь мы покупаем вороную масть. Я хочу, чтобы это была вороная кобыла, тоже взрослая. Бананная. Нет, я хочу что-то другое. Так, 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 оп-оп-оп-оп-оп. А я думаю, тут все просто, ночная. Просто ночная. И больше никаких вариантов не надо. Хотя нет, я что-то хочу ей добавить. Акация, авоська, где буква З? О! Так, 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 так. Звезда. Ночная звезда. Хочу, во, хочу ночную звезду. Да, прям вообще классно. Так, взрослая кобыла, ночная звезда. Покупаем. Неужели мы уже дошли до арабов первого поколения? Я до сих пор не верю, что их убирают. И это очень грустно. И я еще не отошла от того шока, что у нас уже убрали две породы второго поколения. Это квотеры и пейнты с ополузами. Я прям не могу это осознать. О, саловый красивый какой. Кстати, по-моему, данную мазь как раз перенесли на бельгийца сейчас. Так, взрослая. Это пусть будет у меня тоже кобыла. Я ее назову ваниль... А, нет, стоп, у нее ваниль во втором слове. Ой, я даже не знаю тогда, как тебе. Карамель, карамельная ваниль. О! Вообще, кстати, еще попкорн можно было бы назвать. Но я хочу, чтобы это была кобылка. Карамельная ваниль. Мне нравится. Покупаем. Ой, как хорошо, что я запаслась торгонцами. Во благо спасения лошадей. Ножки толстаются. Я не могу отправить в конюшню. Кстати, а я не помню, я купила расширение в конюшню или все-таки нет. Так, это Чубар, насколько я помню. Пусть это будет у нас... Жеребец. Так, стоп, как тебя зовут? Верни. Там какое-то классное имя было назад. Древняя душка. А древний есть? Так, на английском пишу. Древний. Древняя. Ну, конечно же, нету. Нету у нас ни драгоценного, ни древнего, ничего. Но древний... А вот, кажется, там было слово «индеец» у нас когда-то. Нет? Нет, нету индейца. Избранница из... А избранника у нас тоже нет. А я хочу его древний избранник. И что мне делать? Страдать называется. Ладно, назову его целиком, а полностью женскими именами. Но буду узнать, что это взрослый жеребец, древний избранник. Вот. Ребят, ничего не поделаешь. Отвратительный перенос имен на русский язык. Ничего не могу с этим сделать. Вот. А мужских имен для коней тут действительно очень мало. Вы, кстати, посмотрите, какая у него пёстая грива. Грива я же это сказать не смогла. И какой хвост тоже пёстенький такой красивый. Вообще, масть очень классная. Вот такую чубару масть я бы купила, если бы они её обновили и перенесли на кого-то ещё. Так, взрослый жеребец, древний избранник. Покупаем. Такой классный. Но у меня, кстати, никогда не было желания безумного купить именно эту масть. Но сейчас я понимаю, насколько он классный. Он мне ещё чем-то напоминает одну из старых серий игр. Я сейчас, правда, не помню, как она называется. Но вот что-то там такое уже было. Так, теперь... Ух, сколько вас-то много-то. Так, этого мы купили. Вот это вот купили. Гнидой. Гнидой имеет очень необычный элемент внешности. Это волнистая чёрная грива, которая раньше была, насколько я знаю, показана только... У фризов и у Моргана. Да, и у какого-то Моргана тоже есть такая вот грива. А-ля волнистая чёрная. Смотрится прикольно, но я не понимаю, почему на Рабе сделали такую текстурную гриву. Ну да ладно. Итак, я хочу, что это будет у нас взрослый жребец. Великолепный герой. Вот. Тут всё очень просто с именами. Покупаем. Ну прям вообще. А если бы на него можно было бы ещё и новую амуницию надеть, то было бы суперски красиво. Так, тоже отправляем его в конюшню. Жалко, при всём желании, я не смогу расставить всех новых лошадей, купленных мною в конюшню. Там даже если расшириться, не будет столько места. Так, это я хочу, чтобы была кобыла. Пустынная сага. Покупаем. Я хоть и каталась уже на этих поколениях, но сейчас приду в конюшню. Я хочу сесть на какой-нибудь из тех мастей, которые никогда не желала. Потому что сейчас они как-то воспринимаются совершенно по-другому. Так, опять идём покупать. Боже мой, интересно, сколько я буду сидеть, когда мы будем покупать понях юрвикских. Так, этот пишут, у меня уже есть. Вроде бы действительно есть. Рыженький. Рыженького хочу назвать. Это будет жеребец. Его будут звать... А что, огнива нету? Мне казалось, есть огнива. Огонь. Два раза огонь. Огонёк. Я хочу его назвать танцующий огонёк. Да. Опять же окончание. Ну и ладно. Итак, взрослый жеребец танцующий огонёк. Тоже покупаем. О, у него капитаны такие светлые. Я только сейчас обратила внимание. Раньше не замечала. Ножки дёргаются. Тоже покупаем. Проблема в конюшню. И всё. Наконец-то у нас последняя масть. Вот такой вот красивый. Я не могу сказать. Гнедой, наверное. Но не караковый. Не знаю. Вот такой красивый. Вот это масть моя любовь всей жизни. Так. Это будет у нас... Давайте тоже жеребец. Это будет. Я его хочу назвать благородный. Благородный лорд. Вот. Да. Благородный лорд будет. Слишком много жеребцов. Ну, как бы моя, конечно. Кого хочу, давай покупаю. Итак. Возрослый жеребец. Благородный лорд. Купите. Всё. Давай, дружочек. Отправим тебя на отдых в конюшню. Будешь гулять на пастбищах. И кушать сено в дониках. Всё, ребята. Мы сделали это. Мы спасли всю породу. Арабская чистокровная лошадь. Первого поколения. Напоминаю. 250 старкоинсов каждая. Она будет доступна, по-моему, в течение месяца. Не помню точно дату, когда её уберут. Но вы можете посмотреть на сайте в новостях. Так. И у нас ещё есть снижение на стоимость мустангов. Но сюда мы их пока покупать не будем. Всё-таки на этот аккаунт я спасаю тогда, когда их именно убирают. Ну, а теперь немножечко о грустном. Мы посмотрим, сколько лошадей первого поколения осталось. Как вы видите, на первой странице их не осталось вообще. Стоят только вторые поколения. А на второй странице у нас есть ещё спортивный фриз. Обычный фриз. Андалуз. Юрвикски пони. Так. Значит, раз, два, три, четыре. И на третий. Пять. 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 Потому что здесь повторяются фризы Андалуза. Но добавляется английская честаковная лошадь. Да. Всё, ребят. Пять лошадей. Пять пород у нас осталось первого поколения. Они утекают из наших рук со скоростью быстрее, чем горный ручей. Так что не забываем следить, какие породы убирают. Чтобы успеть купить хотя бы одну лошадку. Какой-нибудь понравившейся вам пород. И масти. Ну, а мы тем временем отправляемся на конюшню. Чтобы посмотреть, как там обустроились наши арабы. Так. Вот мы и приехали на конюшню. Где у нас с прошлого раза отдыхают Морганы. Ой, не Морганы. Квотер и Пейнт Хорса вместе с Аполлузами. И сейчас мы разместим здесь наших новых друзей. Старых арабчиков. Очень много уже лошадей на этом аккаунте. Становится это для меня лично очень непривычно. Так как... Ну, как бы я покупаю только первые поколения. А вторые и... На этом аккаунте только две лошади третьего поколения. Так. Сейчас. Вроде бы все. Да. Все. Дальше уже пошли другие породы. То есть у нас вот в общем итоге восемь арабских лошадок. Давайте посмотрим, как они обустроились. Как им тут живется. Теперь, кстати, я могу спокойно купить уход. Но сделала это чуть попозже. Сейчас не буду. Так. Ночная звезда отдыхает. Благородный лорд. Тоже здесь пустынная сага. Тоже вы... Какие вы старенькие. Я уже не могу. Белоснежный алмаз. Древний избранник. Карамельная ваниль. Великолепный герой. И танцующий огонек. Ну такие вот арабчики. На кого бы сесть? Боже мой. Надо сесть на вот... Наверное... На древнего избранника. Какой ты классный. Какой ты старенький. Боже мой, ребята. Я до сих пор еще никак не смирилась, что наших персонажей обновили. Нет. На других персонажах я уже это осознала. Но здесь в обители старых лошадей, старых пород, когда я сажусь на них верхом, я прям... Мне кажется, что это что-то другое. Что это что-то не отсюда, не из этой истории, не из этой вселенной. Я не знаю. Они еще и новые сетки. Никто не может носить. Насколько они уже старенькие. Прям очень-очень старенькие. Наверное, уже уздечек на них не хватает. Надо будет купить еще несколько старых уздечек исключительно для вот этих лошадок, чтобы на них можно было что-то надевать. Вот такая вот прелесть. Боже мой, какой он классный. Дыбы всегда обожаю дыбы старых пород. Неважно, какие это экстерьеры, тяжики, пони, лошади. Я не знаю, спортивные или нет. Но дыбы мне всегда у них нравятся. Так что вот так вот мы спасли еще одну породу. Осталось пять пород, которые еще не убирают. Посмотрим, кто у нас будет после арабов. Но все, с каждым месяцем пород становится все меньше. И, кстати, я сейчас подумала по моим расчетам. Если в августе убирают арабов, в сентябре, октябрь, ноябрь, декабрь, то самую последнюю породу первого поколения, если они их будут убирать каждый месяц, они уберут в январе 2024 года. Так что, ребята, пород осталось очень мало. Месяцов тоже. Так что копим старкоинцы, чтобы хотя бы одну какую-нибудь лошадку, если она вам нравится, купить себе в конюшню на память. Вот. И ждать, когда же их будут убирать. А потом сидеть, просто грустить и вспоминать те былые прекрасные времена старого ССО. Ну, а на этом все. И мы с лошадками, с арабчиками, с вами прощаемся. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! Ну и до встречи в следующем видео. Боже, какой он красивый! Мне кажется, он краше любой лошади третьего поколения сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!